Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня делаю видео анонс, в котором расскажу о старте рейдов в святилище господства. Довольно-таки скоро мы начнем проходить этот рейд, но не полностью. Будем убивать ключевых боссов, так как у меня имеется скип, и чем быстрее мы будем делать ран, тем лучше. Не думаю, что кому-то захочется долго сидеть в старом рейде. Подропаем трансмог, подропаем маунта под названием по воде отмщения, ну и также другие сильные предметы. Например, душа старого воина, довольно-таки сильный тринкет, например, граница ночи, довольно-таки сильный кинжал, ну и лук легендарный, за него еще и очи выдают, что довольно-таки интересно для охотников. А вот собственно и маунт, такой вот дракондор. Если вы заинтересованы в его получении, рекомендую зайти в дискорд, и в дискорде расписано абсолютно все. В текстовом канале SG, требования, примерное начало рейдов и все такое прочее. Но все-таки в видео, я должен сказать, чуточку больше, чем написано в текстовом канале. Ну, история этих всех совместных рейдов начинается еще с дополнения Battle for Azeroth. В дополнении Battle for Azeroth были рейды в Бзда. Там дропался маунт с Сильваны, с Джайны, под названием Ледяной Шквал. Во время фарма этого маунта очень много людей посетило рейд. Зрителей, незрителей, друзей, друзья друзей приходили в рейд. И, само собой, некоторые люди сделали всего лишь один поход за этим ледяным шквалом, получили этого маунта, ну и более в рейд вообще никогда не приходили. Ливнули с дискорда, поудаляли меня с батлнета, написали всякую чушь на стриме, улетели в бан. В общем, довольно-таки плохо люди себя повели, но некоторые из них уже, само собой, в рейды не попадут. Потому что нынче они являются дезертирами. И зачем нам дезертиры нужны в рейде на Сильвану, правильно? Я не верю, что люди могут вообще иначе себя повести в этой ситуации. То, что с ледяным шквалом они сделали один ран и более не приходили, а тут они нормально отходят нужное количество походов. Собственно, не секрет, что после получения маунта вам все равно нужно будет немножко еще походить в рейд, чтобы помочь другим. Иначе, если все так люди будут ротироваться, ротироваться и ротироваться, то те люди, условно, которые сделают ранов, ну где-то 30, могут маунта и не получить. Но это просто до смешного дойдет. Реально, оно так и может произойти. В целом, дезертиры в рейд не попадут. Табличка у меня имеется со времен бзды. Все батлтаги прописаны, все никнеймы прописаны, все никнеймы будут новые, прочеканы. В общем, никто из дезертиров в рейд не попадет. Далее. Старт рейдов в SG я планирую, ну примерно, 16 или 17 апреля. Подумаю. Примерно числа 11 или 12 мы сделаем с вами собрание в дискорде. Обсудим абсолютно все моменты. Я отвечу на абсолютно все интересующие вопросы, ну а вы получите нужные ответы. Также, чем примечателен рейд в Светилище Господства? Там были гемы. Ну гемы я просить ни с кого не буду, потому что кто-то, возможно, в тот момент не играл, и они, скорее всего, не апнуты. Ну и это не особо эффективно уже, потому что имеются сетовые кусочки. Сетовые кусочки, они, конечно, намного эффективнее, и, само собой, их стоит заиметь к старту рейдов, потому что это нереально повышает ДПС. Далее, что-то еще хотел сказать довольно-таки важное. С 13 апреля можно будет сета крафтить, так что с этим уже станет полегче. Время рейдов. Время рейдов, скорее всего, дневное, то есть, наверное, старт будет в 13 часов по московскому, в 14 часов по московскому. Все-таки у меня плюс 4, и особо ночью сидеть в рейде, ну, мне не очень-то хочется. Также рейд, я надеюсь, будет проходиться быстро. Рейд довольно-таки легкий, если люди понимают позиционку. То есть, по факту, заучить ее не составит труда. Демеджа много делать. Ну, как бы нужно, но и не нужно. Самое главное, отыграть правильно, и Сильвана спокойно умрет, и отдаст нам своих маунтов. Реально, проблем с демеджем быть не должно. Но кусочки, вторая лего, это очень сильно бустит по нанесению урона. Так что, как-то так. Само собой, больше информации в дискордике. Ну, а если остались вопросы, то вот дату собрания там ближайшего, которая произойдет в дискорде, я проанонсирую еще дополнительно в дискордике. Ну, и комментарии на ютубчике, собственно. Если есть вопросы, оставляйте комментарии на ютубчике. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин